здравствуйте дорогие друзья вы на канале с компьютером на ты и в этом видео я покажу вам как пользоваться замечательным удобным файлообменником trans files данный файлообменник очень сильно похож по функционалу на файлообменник drop my files но здесь есть один нюанс drop my files позволяет передавать файлы до 50 гигабайтов а trans files всего лишь до 3 гигабайтов но вот если ваш файл весит меньше трех гигабайтов то данный файлообменник вам подойдет но если же вы отправляете файл большего размера то в описании к этому видео вы найдете ссылку на то есть ссылки на другие видео уроки про файлообменники которые позволяют отправлять файлы большего размера и так сначала до этот файлообменник позволяет отправлять файл до 3 гигабайтов и вы не можете за раз отправить более 1000 файлов теперь для того чтобы отправить файлы какому-нибудь человеку вам необходимо нажать выбрать файлы кстати ссылку на этот файлообменник вы найдете тоже в описании к этому видео и так нажимаем выбрать файлы далее находим файл в своем компьютере я же просто загружу вот эти изображения например и нажимаю на кнопку открыть ждем пока наше изображение загрузится здесь нажимаю блокировать уведомления так все наши файлы все загрузились теперь далее ниже мы с вами можем установить срок хранения файлов то есть мы сейчас будем с вами устанавливать срок хранения этих файлов на сервере я поставлю например одну неделю и это гласит о том то что данная ссылка для скачивания вот этих файлов которые я загрузил будет работать одну неделю также мы можем установить пароль если нажмем вот на такую кнопку и вот здесь у нас сразу появляется автоматический пароль который нужно будет вводить для того чтобы скачать эти файлы я пароль убираю и мы также с вами можем показать qr-код и отправить его какому-нибудь знакомому человеку например копировать картинку или же сохранить ее и отправить кому кому угодно то есть кому мы хотим отправить те самые файлы которые загрузили и так далее ниже мы можем с вами добавить какое-нибудь описание к этим файлам и можем отправить ссылку если вот сюда мы откроем этот пункт то здесь мы можем указать имя отправителя и можем указать электронную почту получателя и на электронную почту этому человеку придет вот такая вот ссылка перейдя по которой давайте я перейду человек сможет посмотреть какие файлы были на эту ссылку загружены и он сможет их скачать тут все просто ну и конечно же вы можете просто вот эту ссылку нажать на нее правой клавиши мыши и копировать адрес ссылки и куда-нибудь отправить то есть вы можете ее просто скопировать также здесь еще ниже дается ссылка для удаления загрузки давайте мы по ней перейдем вот мы по ней перешли и здесь мы с вами можем удалить загрузку то есть эта ссылка позволяет нам деактивировать вот эту ссылку то есть удалить эти файлы сервера принудительно чтобы не ждать как моем случае срок одну неделю ну давайте мы например ее с вами деактивируем нажимая удалить загрузку нажимая ok все отлично файлы были удалены по причине удалено владельцем то есть если человек после удаления после вас после того как вы воспользуетесь вот этой ссылкой перейдет по ссылке которую вы ему отправили для скачивания файлов у него высветится следующая информация файлы были удалены по причине удалено владельцем тут все понятно ну и дальше ниже вы можете скопировать вот эту ссылку либо нажав на нее правой клавиши мыши как я говорил либо воспользовавшись вот этой вот специальной кнопкой который позволяет ее скопировать ну и конечно же вы можете сразу поделиться этой ссылкой в контакте фейсбуке в одноклассниках google plus и в твиттере здесь все понятно ну а на это мое видео подошло концу не забывайте подписываться на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о наших новых и полезных видео уроках до новых встреч субтитры делал DimaTorzok